Здравствуйте, коллеги! С вами Сайков Роман, компания DrowMarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня пятница, поэтому поговорим о том, чем завершается текущая торговая неделя, развитие конфликта США и Китая, ну и в целом также обсудим фондовый рынок США. Ну а перед началом я напоминаю, что не забудьте поставить лайк, если вам нравится данное видео, ну и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, начнем с Китаем и США этого противостояния. Похоже, что Трамп не намерен сдаваться, США и Китай продолжают повышать ставки в войне взаимных угроз. В средстве за внесением в Сенат законопроекта о антикитайских санкциях, призванного заморозкой активов наказать китайских чиновников за замалчивание вспышки коронавируса и сообщить о том, что Пекин рассматривает ответные меры против американских конгрессменов. Президент США Дональд Трамп также заявил, что может полностью разорвать отношения с КНР. Он в первую очередь сообщил, что такой шаг сэкономит США порядка 500 миллиардов долларов, намекая на возможность списания части долга перед Китаем, который составляет 1,2 триллиона долларов, к чему призвали радикально настроенные сенаторы-республиканцы. По словам Трампа, США предлагали Китаю помощь в изучении проблемы с коронавирусом, но получили отказ и заверение, что ситуация находится под их контролем. Это была либо глупость или некомпетентность, сказал Трамп. Ранее также в Белом доме встречались с сенатором Южной Каролиной Линдси Грэмом. Трамп заявил, что рассмотрит проект санкций против Китая, внесенный в Верхнюю Палату Конгресса во вторник, который называется «Акт об ответственности за коронавирус COVID-19». Это дает Китаю 60 дней на то, чтобы раскрыть данные средствию под эгидой ООН. Если этого не произойдет, администрация Трампа получит возможность ввести как минимум две меры из списка санкций. В него входит заморозка активов китайских чиновников и ограничение на выдачу виз и транспортное сообщение с КНР. Также, кроме того, предлагается запретить американским банкам кредитовать связанную с правительством Китая структуру и лишить компании с китайским капиталом право размещать акции на американских биржах. Китай, в свою очередь, рассматривает ответные санкции. Как сообщила Россия, Россия больше поддерживает Китай и считает, что это происходящая попытка США навязать всему мировому сообществу антикитайские дискурсы. Завел в четверг замглавой МИДа России Сергей Рябков. На самом деле, в ситуации все появляется больше и больше интерес. Вновь нагнетается эта обстановка. Посмотрим, как ситуация также будет происходить. И то, что еще сейчас вызывается довольно-таки большой интерес, это ситуация вокруг фондового рынка. Мы с вами знаем, мы с вами видим то, что рынок накачали деньгами, безработица везде падает, везде вокруг негатив, но, тем не менее, падение не такое сильное, как могло бы быть. Точнее, восстановились мы довольно-таки быстро. И сейчас, как раз в этом разрезе, я предлагаю взглянуть на один показатель, который мне попался на одном из информационных ресурсов. Именно он дает очень любопытную вещь для того, чтобы рассмотреть. Фактически, я говорю о том, как сейчас выглядят американские компании по соотношению цена-прибыль. То есть, их окупаемость цены, стоимости акций и потенциальной прибыли. Соответственно, сейчас мы с вами видим, что на текущий момент данный показатель находится на максимальных значениях, фактически, начиная с 2000-х годов. То есть, еще чуть выше он был, начиная после 1998 года. То есть, что это говорит? Сейчас показатель PE, то есть, отношение price to earnings, то есть, сколько в среднем окупается американской компании, составляет 20 лет. То есть, вот это в среднем по индексу S&P 500. То есть, с одной стороны, это кажется переоцененным. Но здесь важно объяснить тот момент и пояснить о том, что на текущий момент ситуация, она в первую очередь связана с текущим моментом по количеству недополученной прибыли, которая у многих компаний, безусловно, оказывает влияние на текущую ситуацию по данным акциям. Соответственно, данный показатель, хоть он и высок, но, безусловно, сейчас он не является, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, и по мнению данного портала, не является самым негативным. То есть, что сейчас может происходить? То есть, в среднем компании начнут восстанавливаться, прибыли начнут восстанавливаться со временем. То есть, это может занять не один месяц, не два месяца. Это может занять по разным оценкам от полугода до нескольких лет, пока экономика придет в ресурсном состоянии. Ну и фактически мы вернемся к тем уровням, которые были, ну даже на конец 2019 года. Поэтому сейчас, опять же, мы можем рассматривать фондовый рынок, как интересную возможность купить, возможно, какие-то акции чуть дешевле рынка, чуть интереснее. Поэтому вот эта ситуация мне тоже кажется довольно-таки интересной. Ну а в этой связи давайте перейдем на MetaTrader и посмотрим уже, что у нас происходит в текущий разрез. Также я расскажу о тех позициях, которые я открыл сегодня и, собственно, что сейчас вижу интересного. Ну, по крайней мере, для себя. Ну, во-первых, по евро. Опять мы торгуемся в области поддержки на 1.07. То есть, отсюда я также для себя рассматриваю возможности покупать евро. Поэтому здесь я готовлюсь к покупкам. Тем более, вчера день мы закрылись с некой неопределенностью. То есть, мы пытались продавить, пытались пойти по направлению вниз, но вот отбились от области поддержки, опять же, которую мы видели в области 1.07.74. Соответственно, сегодня, если цена сможет закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии, то есть, если мы уйдем выше отметки 1.08.24, то я буду рассматривать возможность как раз покупать вот от, ну, фактически от данного уровня поддержки. Я вряд ли буду покупать прямо по этому уровню, но если мы зайдем, вернемся обратно где-то в область 1.079, то есть, туда я, скорее всего, подставлю отложенную ордер, то оттуда я бы как раз данную позицию здесь и набрал. По британской валюте здесь мы подходим вновь к минимальным значениям за последний месяц, то есть, вот сейчас уже подходим к минимальным значениям, которые мы видели в прошлом месяце на уровне 1.21.75. Опять же, довольно-таки неплохая ситуация для того, чтобы купить, хотя пока, но вот пока мы не ушли ниже данного уровня, здесь пока мы можем рассматривать как боковик. То есть, соответственно, работа в данном боковике это покупать от области поддержки, которая здесь также может образоваться в ближайшее время. Соответственно, вчера волатильность была меньше, соответственно, если сегодня фунт закрепляется выше максимума вчерашней торговой сессии, выше сессии четверга, то я также для себя буду рассматривать возможности купить уже на продолжение роста, хоть и предыдущий раз, когда я заходил в покупки, движение не началось, но сейчас эта ситуация выглядит чуть более интересной. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы также видим продолжение торговли в таком треугольнике, сейчас находимся у верхней границы, поэтому здесь можем ожидать как раз еще одного снижения, ну, по крайней мере, в области 1.3925. Соответственно, с точки зрения часового таймфрейма, сегодня мы уже попытались проколоть минимум вчерашней торговой сессии, но по, по крайней мере, по моей торговой системе, пока сигнала здесь еще нет, пока нет полноценного закрепления в рамках часового таймфрейма, здесь пока сигнала на продажу нет, но в ближайшее время он может сформироваться. То есть, фактически мы видим завершение вот данного восходящего движения, которое было по всю неделю фактически, и уже можем как раз увидеть вновь начало нисходящего движения, поэтому, скорее всего, в ближайшее время, если мы сможем закрепиться ниже минимумов четверга, то продажи здесь будут в приоритете. По паре американский доллар, японская иена, с точки зрения часового таймфрейма, как мы и отмечали ранее, то есть, нисходящее движение здесь сохраняется, и фактически вот те попытки забраться в данной паре американскому доллару так высоко, они могут послужить как раз интересной возможностью для входа в сделку на продажу. Ну, вот цена немножко не дошла сегодня утром до моего отложенного ордера, который располагался примерно по 107.52, поэтому в сделку здесь меня не взяло, но я уже отложенный ордер данные удалил, потому что здесь мы можем увидеть еще один все-таки рывок, потому что подошли достаточно близко к максимуму вчерашьей торговой сессии. Но в целом, в целом мы видим то, что сохранение нисходящей формации здесь получает дополнительное подтверждение. То есть, если бы я уже находился в позиции, то я бы продолжал ее обдержать, но вот к новой позиции есть некоторые сомнения, и пока здесь я сделку на продажу открывать не буду. По австралийцу также мы торгуемся в области уже поддержки данного восходящего канала, поэтому здесь покупки также остаются в приоритете. Вопрос, где также сформируется сигнал. Вчера, если мы посмотрим точно так же на дневную свечу, мы видим недостаточно сил у продавцов уйти ниже области 63.39, поэтому вполне вероятно, что с текущих уровней может как раз сигнал на покупку и сформироваться. Для того, чтобы мне начать покупать, мне нужно увидеть закрепление выше отметки 64.69, и затем с коррекцией уже я буду также рассматривать вход. Скорее всего, рассмотрю где-то от 64.30. Вот здесь по соотношению риск-прибыль данный уровень выглядит интересным. Но опять же, нужно пока увидеть закрепление выше локальных максимум вчерашнего дня, которое уже произошло по Новозеландцу. По Новозеландцу мы прокололи минимум первой половины мая. Сейчас вот как раз все равно общее движение у нас здесь сохраняется восходящим, поэтому здесь покупки также я для себя рассматриваю как основной сценарий. Новозеландец сегодня торговался как раз выше локальных максимум, поэтому здесь сделку я открыл по рынку, так как соотношение риск-прибыль, в принципе, даже в текущей ситуации, оно выглядит довольно-таки неплохо. Потенциал движения, это как раз при сохранении текущей восходящей формации, это обновление локальных максимум, то есть движение в область 61.38. Поэтому здесь я встал уже в покупке, стоп-лосс у меня за минимум и, собственно, ожидаю продолжения. Если мы двинемся еще чуть ниже, то есть, ну вот примерно в область 59.70, то тут я бы еще один даже отложенный ордер поставил на покупку, чтобы докупить тот объем, который пока я набрал не полностью. Ну вот давайте сейчас вместе поставим. 59.53 здесь у меня стоп-лосс, ну и также по данной позиции поставлю сразу же, чтобы не откладывать. 59.53, чтобы стоп-лосс стоял также по одной цене. И в этом случае уже получится набрать часть позиции еще по более выгодной цене. Золото продолжает рост, вот подходим как раз вплотную к области максимальной значения конца прошлого месяца, 1750 долларов за тройскую унцию. Собственно, золото вновь, ну точнее, продолжает свое восходящее движение, то есть то, о чем мы и говорили, обновляем локальный максимум и покупки по золоту здесь сохраняются, но по золоту здесь я нахожусь вне позиции. По индексам также была попытка на этой неделе серьезного нисходящего движения, как и по европейским индексам, так и, безусловно, по американским индексам, но здесь сейчас опять же формируется сигнал вновь на покупки, то есть продажи здесь интересной цены для входа не было, поэтому здесь я готовлюсь непосредственно к покупкам как по DAX, так и по S&P 500. Соответственно, DAX это 10.556, закрепляемся, корректируемся и вот, опять же, с точки зрения риск-прибыль здесь я буду уже входить. Но опять же, по текущей ситуации с DAX, мы с минимальным объемом, то есть, скорее всего, это примерно 10.277 будет цена, по которой я смогу присоединиться. А вот по S&P уже будет больше возможностей для маневра и сейчас мы с вами видим то, что уже было вот данное закрепление, то есть S&P буквально предыдущей свечой закрепился за локальный максимум, поэтому практически здесь можно пробовать искать покупки, но вот сейчас вместе с вами можем поставить, ну, по крайней мере, одну позицию, то есть, примерно беру треть вот данного диапазона, который был и ставлю buy limit. Стоп-лосс у меня будет за 27.58, сразу же его поставлю. 27.58 и вместе проверим по данной позиции. Здесь получается риск 12, ну, вот сейчас мы корректируем как раз за локальный минимум, и он получается 10.85, то есть, ну, в рамках того риска, который здесь я могу для себя позволить, чуть, ну, примерно один, чуть меньше одного процента. Поэтому вот сейчас, опять же, по S&P ситуация на то, чтобы покупать, она выглядит довольно-таки интересно, то есть, можно покупать и сейчас, в принципе, то есть, уже началось движение, но вот остается вероятность как раз вот этой коррекции, которой хочется использовать полноценно и, соответственно, войти по более интересной цене. Конечно, можно взять более мелкий таймфрейм, там, например, 15 минут и смотреть, когда цена начнет восстанавливаться, тогда уже покупать, но я использую подход, при котором не нужно смотреть за графиком, то есть, просто поставить отложенный ордер, ну и, собственно, дальше уже следить. Кстати, если нас слушают начинающие трейдеры, у нас через две недели состоится вебинар 10 вопросов начинающего трейдера, вот переходите по ссылке в описании, ссылка на вебинары Admiral Markets и как раз вот регистрируйтесь на данный вебинар, там мы разберем как раз все основные моменты, которые могут возникать у начинающего трейдера. Поэтому, если для вас было не все понятно в текущем выпуске, то я думаю, что для вас как раз нужно на этот вебинар зарегистрироваться. Ну и ситуация по нефти, в целом мы видим продолжение роста, по нефти марки Brent мы вышли из того боковика, который был сформирован, хотя попытались уходить ниже, но, конечно, маловероятно, это было по нефти, но здесь позиции я дополнительно не открывал. Сейчас мы получили дополнительное подтверждение как раз сохранения данной формации. По CFD на WTI мы также продолжаем рост, обновляем локальный максимум, соответственно, сейчас уже опять появляется возможность для поиска покупок. То есть сейчас будем искать покупки. Ну и по фьючерсу, также мы здесь в целом ситуация продолжается, но пока какие-то интересные ситуации для внутридневной торговли на этой неделе больше у меня не было, но я продолжу мониторить и мы также продолжим разбирать данные сделки уже в качестве нового вида разбора, который мы делаем на наших видео. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошего завершения торговой недели и увидимся в понедельник. Всем спасибо за внимание и до свидания.